МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже не знают, как спастись от едкого дыма. Полигон полыхает уже второй день. Все это время здесь беспрерывно трудятся пожарные, пытаются сбить пламя. Параллельно работает самосвал и трактор. Засыпают место горения песком. Вот только пока все тщетно. Сейчас работает техника. Большой состав. Более 10 единиц самосвала. Два погрузчика работают. Отсыпаем, засыпаем, тушим. Арендатор полигона предполагает, пожар начался из-за жары. Столб черного дыма вздымается высоко в небо. Город окутал смог. За последний год это уже второй серьезный пожар на мясской свалке. Жители ближайших домов страдают от головных болей и удушающего запаха гари. Много детей. У меня лично, у самого, два несовершеннолетних ребенка. Здесь через дом тоже дети маленькие. Еще до детсадовского возраста. В ту сторону по улице очень тоже много детей. Ну а куда нам деться? Приходится. Мы же не можем прекратить дышать. В городе создали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Она сейчас работает на месте ЧП. Для ликвидации пожара брошены лучшие силы и средства. Но сложность состоит в том, что ближайший водоем находится в 4 километрах от свалки. Спасатели затрачивают много времени на дорогу. Напомню, на прошлой неделе полигон тоже горел. Пожар тушили 4 дня. И вот на этой неделе новое возгорание. Ничего святого. В Южноуральске вандалы разгромили вечный огонь. Венки спалили, плитку мраморную поломали. И вот что поражает? Бесчинствовали две 15-летние девочки. Как представились девушки, поджог венка совершили после распития спирных напитков. Желаю привлечь внимание прохожих лиц, побегать от них, посмеяться. При возгорании венка понимали, что мемориал вечная память павшим – это памятник. Видели, как горит венок, но ушли с места происшествия. По данному факту подразделениями дознания возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вандализм совершенной группы лиц. Санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас двух вандалок поставят на учет по делам несовершеннолетних. А родителям придется раскошелиться. За распитие спиртных напитков и неисполнение родительских обязанностей им выписали штраф. Переходим к другим новостям. Жизнь 16-летней школьницы из Копейска виновные оценили всего в 200 тысяч рублей. Но родители убитые с этим не согласны. Более того, до сих пор так и не дождались выплаты моральной компенсации. Напомню, 7 месяцев назад девочка пришла в гости к новому другу. Тот решил похвастаться отцовским ружьем и направил Дулов в грудь своей знакомой. Оружие оказалось заряженным и прогремел выстрел. Елизавета Болдырева встретилась с матерью и отцом погибшей и выяснила, почему они не добились никаких выплат и что намерены делать дальше. Смотрим. Ирина и Игорь Ореховы регулярно приезжают на кладбище. Каждый раз с новым подарком. Цветы, игрушки, здесь даже нарядная новогодняя елка. Супруги до сих пор не могут отойти от трагедии. Пытаются с головой уйти в работу, но безуспешно. Вспоминая погибшую дочь, даже отец с трудом сдерживает слезы. Часто снится. То в одном белом платье, то во втором белом платье. По словам Игоря, дочь росла энергичным и отзывчивым ребенком. Всегда стремилась прийти на помощь. Видимо, поэтому и хотела в будущем стать учителем начальных классов, работать с детьми. В семье девочка была единственным ребенком. А теперь супруги лишились смысла жизни. Больше у них детей не будет. В следствии перенесенного онкологического заболевания я больше не буду у них детей. В тюрьму за смерть девочки никто не сел. Пошутившего мальчика к ответственности не привлекли. Ему всего 15. На скамье подсудимых оказался его отец. Ведь это он оставил охотничье ружье заряженным. Мужчину приговорили к одному году и двум месяцам заключения под стражей. И то, условно, денежную часть вопроса выделили в другой, гражданский судебный процесс. Семья погибшей заявила иск в 6 миллионов рублей. Пусть материальную лямку тянет всю жизнь, как наказание несет. Идет на работу и понимает, за что он идет на работу. Почему он не подумал, что его оплошность в виде ружья у холодильника может привести к любым последствиям? А почему, он не подумал, знает. Вот эта женщина, друг семьи. Через несколько дней после похорон ее муж встречался с тем самым хозяином ружья. Обвиняемый сказал такие слова. «Александр, вы с охотой никогда пьяным не приезжали?» У меня муж говорит, нет, не приезжал. Он говорит, ну я приехал пьяный и забыл просто убрать. При этом, по словам родителей погибшей, выплачивать те самые 6 миллионов хозяин ружья отказывается. Вместо них якобы предлагает 200 тысяч рублей. Ссылается на маленькую заработную плату. Вот только встретиться с отцом стрелявшего мальчика лично нам так и не удалось. Вот за этой дверью и живет тот самый мужчина. Однако сейчас дверь нам никто не открывает. По словам соседей и родителей, сейчас на работе, а дети на каникулах. Их дома тоже нет. Отца стрелявшего мальчика нам удалось увидеть только один раз в суде. И тогда общаться с нами он отказался наотрез. Так или иначе, платить по счетам мужчине придется. А вот какую сумму будет решать суд? Следующее заседание назначено на 17 июля. Елизавета Болдарева, Олен Хачатуров, ОТВ. А вот в Златоусте родной отец превратил жизнь своей дочери в настоящий ад. 43-летний мужчина три года подряд насиловал ребенка. И вот девочка не выдержала этого кошмара и сбежала от изверга. Подросток все рассказал о соседке. А женщина тут же обратилась в полицию. Следователи выяснили, когда подростку было 13 лет, отец стал насиловать дочь. Объяснял свое поведение тем, что таким образом он наказывал дочь за праведности. Мнимые, существующие, различные. Почему именно таким способом объяснить не смог? А вот соседи, да и коллеги говорят, вполне положительный мужчина. Не пил, не курил. Единственный, а скрытный. Сейчас педофил за решеткой. До суда он будет находиться в следственном изоляторе. А вот девочка на реабилитации в областной столице. С подростком работают психологи. Тем временем соседка оформляет опекунство над ребенком. Ведь три года назад родители развелись. И суд постановил, дочь должна жить с отцом. А мать вообще лишили родительских прав. Переходим к другим новостям. Наркотики в область не пройдут. Челябинские контрразведчики и пограничники ликвидировали канал сбыта героином. Вот оперативники с поличным берут группу лиц, которая попыталась продать крупную партию наркотика. Дельцы перевозили белую смерть в газели. И спрятали вещество в так называемых деревяшках, старых дверях. Сейчас горе бизнесмена ждут суда. Им грозит до 20 лет тюрьмы. А сейчас вспомним мартовскую перестрелку в Озерске. Мы рассказывали, как в одном из местных пабов завязалась драка между двумя мужчинами. В итоге тот, на кого набросился агрессивный посетитель, получил пять пулевых ранений. Так вот, сегодня запись с камер наблюдения обнародовали в соцсетях. Просьба слабонервным отойти от экрана на видеоизбиение с особой жестокостью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Дарья Годунова. Увидимся на телеканале ОТВ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!